Всем привет! Сегодня коротенькое видео, скажем, отзыв о самодельном плуле для мотоблока. Значит, что было переделано? Вернее, не переделано, а доработано. Значит, что было переделано? Плуг, так как все было опытным путем, то плуг пахал слишком улыбоко. В итоге, скажем, пересверлил три, сделал отверстия и пашет на самом мелком. Естественно, и тут тоже. На этом пашет где-то 20 сантиметров с хвостом. На этом где-то сантиметров 17, наверное, на этом 15. То есть, держи. То есть, на самом мелком вполне, скажем, плуг большой берет, скажем, намного больше, чем рассчитывалось. Плюс, если пашешь на третьей, хорошо мечет. И здесь, значит, что было доработано, значит, все по-прежнему, только для того, чтобы пахать. Значит, если я сажал картофель под плуг, я сажал картофель под плуг, было доработано на шотаж. Изначально было вот так. То есть, отверстие это центральное, я отнырил 15 сантиметров, где-то 12. В итоге он берет на таком расстоянии 5 сантиметров. На этом, получается, нет. На этом расстоянии берет чуть больше. Значит, скажем, для того, чтобы найти профиль, да, я оставил вот так. То есть, 35 до 40 сантиметров. Если же, я присылал последнее отверстие, вот здесь, значит, этого мне показалось мало, скажем, отверстие. На краю, что стоит. Я присылал еще одну. Вот здесь уже отверстие. Это берет 20 сантиметров, где-то, может, немножко больше. То есть, вполне для него, для того, чтобы он не буксовал. То есть, по отверстиям, скажем, сделана небольшая доработка. И все. То есть, ну, как бы я специально швилю немножко длиннее взял, для того, чтобы можно было просверлить потом, скажем, и пахать. На таком расстоянии, вот, то есть, плух, ну, как бы, трактор. Мотоблок не перекашивает, ничего. То есть, он идет прекрасно, но берет вот так, 20 сантиметров он берет. А для посадки картофеля я ставлю, скажем, вот так. Два раза, получается, прохлопишь. Вполне. Вот что было сделано из доработки. Пашет прекрасно. Для такого мотоблока вполне. Ну, плюс груза. Здесь ничего не отвалилось, скажем, не сломалось. А, еще один момент. Вот. Значит, убрал, как я и говорил. Значит, здесь вот поставил уголок. Значит, уголок где-то семерка, наверное, был так и так. Я здесь и слева сделал, здесь сделал два примера. А здесь сема стоял, потому что тот, скажем, пятка, которая здесь стояла, она из царского металла, такая вот, кованая кузнецом. К ней, значит, толком ничего не варила. То есть, ворвала вот здесь лапу. Она, как бы, ничего-ничего-нибудь на корешок наскочила, щелк отломила. И вот здесь ломила. Здесь же, скажем, уголок теперь держится, все прекрасно. То есть, я просто заменил, ничего не дорабатывал, заменил, и все. Это как было по старому шаблону, скажем, врезу. Значит, и здесь. Эту штуку, регулировку, палку, я взял от конского плюга. Регулировку, значит. И, ну, соответственно, наставил отверстие примерно, какие здесь, оно попадает. Все прекрасно. Значит, там тоже. Здесь ничего не переделывал, потому что здесь идет, здесь идет вот кованая запчасть. Вот эта, царская. Ну, скажем, не царская, я кузнец делал, фирма столистая, не варится, сварка срет, все. И здесь была такая же. Ну, здесь я просто взял, тупо отрезал. Здесь еще вот этот раскос вставил, скажем, для лучшей прочности. Вот. Кусок уголка обрезал вот так его в длину. А это оставил, знаешь. Вот он уже вычесался, скажем, он по нему ходит. И здесь взял, вот загнул. Вот он. То есть, вот так это выглядит. То есть, он прячется за нож, за линейку. Все. То есть, больше никаких доработок пашет прекрасно. Для такого, скажем, небольшого трактора комский плуг. Мечет отлично. Или метает, вернее. Вот так. И здесь тоже небольшая, как я говорил, уже вот. То есть, здесь эти шумы есть, как бы, швеллер ему больше отрезать, там, не важно, сколько. То есть, ну, этого вполне достаточно. Так, значит, еще пару слов о плуге. Там, меня люди спрашивали, писали, насчет колеса, плавной регулировки. Значит, выставляем плуг изначально по... Значит, ставим отоблок по уровню. Выставляем плуг тоже по уровню. Чтобы угол атаки был изначально правильный. В принципе, с плавной регулировкой это проще. Но, скажем, изначально одно положение правильное. Если вы выставили. То есть, смотри, сверили там через сантиметр тут, сантиметр тут. Все. У вас все, скажем, будет попадать... То есть, угол атаки. Скажем, он не зарывается. Он зашел так, как надо. И пошел дальше. Мечет, значит, все отлично. И по поводу, там, люфту, болту, всякой ерунды. Значит, вот люфт. То есть, здесь откручивается люфт тоже. То есть, где-то по центру стоит. Чем дальше представляешь, тем больше увеличивается, скажем, люфт этой штуковины. Еще ставим. Сейчас, один момент. На крайнюю мы ставим. Вот. По сантиметру где-то, скажем, тут здесь люфт есть. Вот здесь, вот здесь. То есть, плуг горает. Потому что, скажем, как ему надо и сколько ему надо. А что касается еще до колеса. Плуг, там писает человек, не надо колесо. Так вот. Плуг, который не имеет вот этой пятки. Ему нужно колесо. Плуг же, который имеет вот такую пятку. Вот оно, ваше колесо. Вот оно. Блестит. Вычистила уже этот уголок. То есть, ему не надо колесо. 100 лет. Он зашел, встал на эту пятку. Значит, вот так. Зашел. Все. И он на ней и сидит. Ровно. Видишь, здесь идеально. Вычистила его уже. Скоро будет блестеть. То есть, он идет на этой пятке. Все длине. То есть, упор идет на пятку. Он не заглубляется. А не заглубляется из-за того, что угол атаки правильный. То есть, он зашел в землю. Все. Просто изначально выставить по уровню все, как полагается. Вот еще пару слов. На этом все. Делайте, пошите. Всем удачи. Спасибо.